вот вот отлично вот с этой секунды идет запись я вижу во всяком случае поэтому запись будет не переживайте если кто-то опоздал все можно будет посмотреть в записи это я говорю для того чтобы если вдруг время уже прошло много и тут одни и те же вопросы но я думаю что будет корректно по отношению ко всем здесь присутствующим предложить человеку пересмотреть сначала эфир записи потому что ну давайте будем ценить уважать время каждого те кто пришел вовремя спасибо вам огромное мне очень сильно упрощаете работу сегодня эфир необычный ну с точки зрения рядового нашего режима сегодня будут только отвечать на вопрос вопросы я честно говоря не готовилась то есть компания подготовила список вопросов вероятно наиболее часто встречаемые где-то в соцсетях в группах и я на них сегодня буду отвечать поэтому если у вас есть вопросы по детскому питанию сегодня говорим про детское питание насколько я понимаю будут вопросы исключительно по этой теме подобраны если вдруг вы от начала слушаете и на ваш вопрос ответы не прозвучало я дам возможность какое-то количество времени небольшое в конце задать ваш вопрос только адресуйте его пожалуйста не в общий чат а вверху а есть раздел вопросы вот туда пишите и мы разберем все эти вопросы я очень прошу вот сейчас уже я только начала эфир и уже есть вопрос пожалуйста не делайте так потому что я потом начинаю перечитывать они повторяются зачастую это мы теряем на это время если вдруг кто-то пишет о том что не видно не слышно а вам видно и слышно тоже пожалуйста чтобы я не отвлекалась просите партнеров перезагружаться ну я думаю что было достаточно времени почти пять минут будем начинать первый вопрос у нас там даже есть видите авторы все реально подойдет ли это питание по составу мы сейчас говорим о смарт-кит для всех кто не знает кто не видел анонс мы говорим о детском питании сламинарии подойдет ли это питание по составу ребенка полтора года серьезным заболеванием жкт очень рад что такие вопросы сегодня представлены чтобы вы знали как не надо задавать вопрос потому что мне непонятно что значит серьезное заболевание жкт вот там у татьяны нет слайдов кого-то еще не видно слайды потому что я все вижу но в любом случае я буду зачитывать пишите пожалуйста сразу чтобы еще скорректировать все видно отлично это неграмотный по отношению к специалисту вопрос потому что для одного серьезное заболевание жкт это гастрит в полтора года и действительно серьезное для кого-то это может быть какая-то генетическое там аутоиммунное какое-то может быть заболевание язвенного колита редко конечно такое но тем не понятно что есть серьезное заболевание жкт поэтому отвечу следующим образом если ребенку в полтора года разрешены фрукты и фруктовое пюре то детское питание смарт-кит тоже подойдет заменяя то самое фруктовое пюре из магазина либо домашнее можно заменить на смарт-кит тем самым мы помимо фруктового пюре получаем еще и ламинария в составе поехали дальше какая суточная доза умная пища ребенка тоже вопрос некорректный мы же понимаем что для нас для родителей дети это всегда дети и для одного вот здесь может быть вопрос годовалого ребенка ребенок 16-летний ребенок для своих родителей это тоже ребенок с позиции эндокринологии моей позиции 16-летний ребенок уже не ребенок уже абсолютно взрослый человек там репродуктивного возраста поэтому вопрос дозировки будет зависеть от возраста поэтому один пакетик можно всем тем детям может быть я предотвращаю следующий вопрос но тем самым давайте в дозировках если говорить про всемирную организацию здравоохранения и их нормы рекомендации мы это с вами кстати разбирали кто очень правда по честному хочется детально разобраться с данной темой по детскому питанию по дозам и по йоду есть эфир и я считаю что эфир и все у нас достойные имеет смысл их пересматривать пожалуйста найдите время посмотрите если действительно есть заинтересованность ими просто так там мимо проходили значит если говорить про детей там до 6 лет считается что 90 микрограммов йода суточная доза достаточно вот как раз таки в одном пакетике смарт кит ровно такая дозировка почему да потому что это юридически всех защищает и вас и нас но для меня как для эндокринолога это минимальная доза органического йода для ребенка ну чтобы вы понимали да немножко от моих мыслей поэтому для тех детей которые уже могут есть фрукты ну в силу возраста там да уже перешли на такое питание и фруктовую пюре один пакетик в день это минимально разрешенная дозировка с учетом количества фруктов да и так далее вот какое максимальное количество в день вот здесь вопрос я бы детей взрослых 12 плюс вообще с этой точки зрения не рассматривала но что смарт кит это все-таки детское питание мы пюрешками когда заканчиваем кормить своих детей в качестве полезного полезной сладости мы это можем использовать и взрослых совершенно безопасно но тогда мы уже не говорим там ни о каком количестве йода и микроэлементов и суточной дозы здесь я бы больше даже про дозу говорила фруктов в день допустимую для детей и для взрослых это имеет смысл обсуждать количество ламинарии в детском питании с точки зрения рисков передозировки вообще обсуждать смысла нет я надеюсь ты несла мысль безопасно вопрос можно ли давать двухлетним ребенку и какая дозировка ну вот они вот все такие вот понимаете вопросы все как будто бы разные но они все об одном и том же можно и нужно давать я видела вопрос в чате не стала я сегодня на него отвечать некогда было и понимала что я сегодня на эфире отвечу по поводу как объяснять людям боящимся что там вот три плюс написано возраст лет а мы тут говорим о том что все можно ну практически да так вот из расхода из расчета сколько вы даете фруктов и фруктовых пюре в день вы можете соизмерять количество умного ребенка до пакетиков поэтому если двухлетний ребенок потребляет я не знаю 200 300 граммов вдруг там пюре а вполне это возможно если мы разберем даже магазинные фруктовые пюрешки они же идут от 50 давно если честно не занимался вопросом не смотрел дети подросли давно но от 50 так в среднем до граммов до там 200 по моему баночки такие самые большие если ребенок чисто даже теоретически 200 граммов фруктового пюре съедает в день там в год в два они же идут почему мы можем это фруктовое пюре заменить на такое же количество смарт кит более того мы же понимаем что допустим вот там в 100 граммах смарт кита там столько-то ламинарий все это прописано все это прописано в составах сколько там содержится ламинарий какое количество фруктового пюре то есть мы это можем соотнести да и на прикинуть сколько мы уже даем своему ребенку фруктовых пюрешек фрукты туда тоже можете почитать и совершенно смело все это заменить на смарт кит не считая йод и другие микроэлементы не бойтесь вообще не передозируйте здесь ни в коем случае но важно понимать что почему можно всем кто ест фруктовые пюрешки потому что в составе смарт кит только фруктовое пюре и ламинария вот это нужно усвоить более того мы говорим о том что чистую ламинарию базовый гель мы даем детям с первого дня прикорма то есть когда мы даем овощные смеси правильно мы же с овощей начинаем прикорм соответственно когда мы даем овощи мы уже можем давать базовый гель как только мы перешли на фруктовые пюре мы можем давать смарт кит в том же количестве что мы даем любые другие фруктовые пюре поехали дальше йод может содержаться и в других продуктах рыба мясо фрукты вот про фрукты мне особенно интересно каких фруктов у нас йод содержится может ли быть передозировка йода при кормлении этим продуктом по поводу мяса и йода большой вопрос где такая информация про фрукты тоже не знаю очень мне интересно какое количество рыбы ваши малыши съедают я хочу видеть тех детей которые любят рыбу едят ее каждый день и хочу видеть ту рыбу которая видела море из которого на йод получила то есть давайте с вами договоримся вот раз и навсегда у вас сегодня немало 257 человек сейчас ну ладно 256 я там еще один человечек договоримся что мы уже макро и микроэлементы в продуктах питания особенно если они куплены в магазине они выращены там где-то где мы знаем да экологичность чем кормилась это мясо и так далее и на чем выращивались эти фрукты ну про фрукты и мясо вообще в контексте йода давайте уже будем грамотным если мы говорим о чем-то давайте будем готовиться к этому ну задавая вопрос мы должны подготовиться изучить рацион своего ребенка высчитать дозировку йода и потом задать вопрос а будет ли передозировка так я вот вас уверяю что из того что потребляет маленький ребенок он йода не получает практически совсем он его получает либо от мамки с молоком либо из смеси ну как бы да какой-то там химической плюс минус вряд ли там тоже много натурального если это искусственники но может быть даже и смеси он получит больше это будет не натуральный максимально ненатуральный так скажем да из всего возможного продукта но он будет хотя бы искусственно подобранные то макро микроэлементы это не говорит о том что искусственное питание хорошо это говорит о том что это во всяком случае ну какой-то такой вот синтез веществ и более менее сбалансированы по составу по качеству это конечно очень все нехорошо ну я думаю что я ответила на вопрос передозировка йода смарт-китом для детей практически невозможно если только вы целыми днями не едите один смарт-кит это там быстрее будет какая-то углеводная проблема и фруктозная если это будет целый день тазиками фруктовое пюре мы же так не питаемся детей своих так не кормим поэтому если вы замените фрукты и фруктовое пюре на смарт-кит я вас уверяю вашему ребенку будет только польза потому что мы понятия не имеем какие фрукты мы едим с каким составом и так далее все-таки когда производитель получает сырье определенное из которого он дальше я сейчас говорю про грамотную пищевую даже промышленность все-таки есть определенные стандарты качества которые нужно соблюдать и не хочу никому ничего доказывать но я здесь с вами только потому что я производителю доверяю на сто процентов и если вы партнеры компании надо доверять иначе ничего не получится с вами и мы подходим видите опять же даже составы обратите внимание из каких фруктов или там ягодные составы это всегда те составы которые более реально круглый год достойного качества получать там с тех или иных регионов поэтому заменяйте фрукты если мы именно фрукты на фрукты меняем с точки зрения передозировки йодом для детей вообще нереальная история вот опять же сколько упаковок в день можно давать ребенку 11 лет если мы говорим про фруктовое пюре но не надо много упаковок в день да там пару упаковочек хватит если мы говорим про йод 11 лет особенно если это девочка это уже гормональные перестройки мальчиков тоже но них чуть позже это уже огромное энергопотребление и два там три пакетика даже съедая да это будет полезный перекус для вашего ребенка особенно для тех кто привык иметь но с точки зрения йода это ну кому-то может быть очень там здоровому сбалансированному по питанию и хватит как профилактическая доза а кому-то может быть даже и мало в детском питании есть витамин d или необходимо его принимать дополнительно очень много дискуссий в чатах по поводу витамина d тоже хотелось бы расставить все точки над и витамин d просто жизненно важный прогормон но поэтому мы уже сейчас там в 22 году четко знаем что все мы в дефиците по витамину d и всем надо но именно потому что это прогормон потому что это жирорастворимое вещество которое способно накапливать мы четко должны знать уровень витамина d в крови он есть в ламинаре безусловно но хватает именно вам или вашему ребенка его это большой вопрос поэтому нужно сдавать анализы и нужно по дозе витамина d индивидуально консультироваться очень вас призываю это прям требует наблюдения и диагностики младшему ребенку один год можно ли ему умный ребенок и в каком объеме нужно ли дополнительный витамин d 3 и омега ну по возрасту я думаю что я уже ответила о том что можно ну я не думаю что в год у кого-то и дети там исключительно на грудном скамеле нет вот это вообще-то уже общий стол что значит общий стол да тоже отдельная тема если родители питаются здоровой едой то один год ребенок это уже общий стол должен уже есть всю ту же еду что его родители просто в более этом комфортной форме какой-то дата менее твердый там это в каком объеме тоже уже проговорили то есть ровно в том объеме в каком вы позволяете ребенку своему есть фрукты там фруктовые пюре и какие-то там условно сладости это будет правильная замена по йоду тоже обговорили что передозировки не будет ориентируйтесь больше на фруктозу и углеводы сколько вы позволяете своему ребенку витамин d 3 тоже я проговорила в предыдущем отвечая на предыдущий вопрос тут и все очень индивидуально по поводу омеги 3 в принципе если постоянно потреблять ламинарию это я вам уже как доктор но это должен быть регулярный прием омега-3 потреблять нет необходимости достаточно хватает мы это видим и по детям по их каким-то там уровнем да как-то работает по качеству работы мозга и видим по возрастным по возрастным пациентам которые тоже себя чувствуют гораздо лучше и их сосуд тоже чувствуется гораздо лучше потому что они с ламинарией потребляют хорошую качественную омегу подскажите пожалуйста можно ли использовать детское питание более одной упаковки в день ребенку три с половиной года ну мы с вами поняли даже что все одни в день тоже вот я поэтому и говорю что надо сейчас вот уже понять что у всех один и тот же вопрос и на него один и тот же вопрос сколько ваш конкретный ребенок потребляет фруктов и других сахаросодержащих продуктов пускай даже натуральных все это мы можем смело не плюсом а заменить на детское питание смарт кит и получить полезную вкусняшку пускай так то есть абсолютно никаких проблем по йоду не будет в три с половиной года и ну и просто мы должны понимать разум у вас же дети не сидят на одних фруктах да и сладостях я надеюсь во всяком случае здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли кормящей мамы принимать детское питание и если да то сколько упаковок в день туда же что и детям по поводу кормящих мам я считаю что смарт кит для кормящей мамы это баловство давайте так это очень очень мало большого количества нельзя потому что по поводу кормящих это вообще отдельная тема там про сахара про печень про нагрузку я бы вообще фрукты убирала из рациона совершенно смело оставляет на овощах на мясе на жирах и уверяю вас и детям было бы хорошо поэтому как заменитель там сладости какой-то столько сколько вы позволяете себе этой сладости то есть тут по йоду я вообще даже бы не считала для кормящих его от слова совсем очень очень маленькая доза для взрослых неважно кормясь вот у нас если мать кормящая это какой-то отдельный слой населения я хочу чтобы вы понимали по потребности в макро и микроэлементах кормящая женщина нуждается больше чем та которая не кормит ей надо и себе ребенку вот мы то же самое во время беременности мы по потреблению калорийности пищи должны обслуживать ну как бы только себя если мы говорим по макро микроэлементному составу то беременные кормящие должны потреблять больше чем не беременны и не кормящие а мы всегда уводим в дефицит ограничивая их вот в этих полезных продуктах это неправильно другое дело если женщина никогда не потребляла никакой йод находится в жестком йода дефиците там не знаю про макси и сразу нельзя пускай смарт-кит есть в конце концов но если мы говорим про среднестатистическую женщину более того которая там какое-то количество ламинарий там потребляла или йод в каких-то или щитовидка у нее норма мы видим и проблем нет но пускай потребляет ламинарию также как не беременно если это новичок как новичок с базовых продуктов плюс вкусняшка смарт-кит и так далее никаких тут проблем нет состав смарт-кита максимально безопасен для всех с точки зрения йода вообще без вопросов с точки зрения фруктов то не ест фрукты не ест смарт-кит все все просто вот уже куда проще ребенку три с половиной года хватит ли одного пакетика чтобы заменить один прием пищи или это скорее перекус вот тут тоже важный момент во-первых по поводу приема пищи три с половиной года это не худеющая взрослая барышня которой надо уйти в минус колораж три с половиной года это активный рост это физическая подвижность и так далее мы рассматриваем смарт-кит как вкусняшку я не ставлю цели вам из фруктов вообще из каких-либо получить хоть что-то кроме вкуса ну будем честными все забыли про макро и микроэлементный состав из фруктов если говорить про ламинарию то полноценно в одном пакетике заменить прием пищи для активно растущего организма я думаю нет как перекус безусловно но все-таки три с половиной года это много белков должно быть достаточно высококалорийная качественная пища должна быть поэтому нет другое дело если там что-то припозднились и на ночь чтобы не кормить ребенка ну условно там какая-то экстренная ситуация то да можем дать пакетик опять же вопрос количества вы же понимаете объем если ребенок съедает объем больше портится по макро и микроэлементному составу мы его безусловно поддерживать им пакетиком также как мы поддержим нашими там любыми продуктами из ламинарии там голодающих да там пост неважно там деток все что угодно мы не дадим просесть по макро и микроэлементному составу но по калорийности тут большой вопрос кому сколько надо если этому ребенку надо полдня бегать но он будет голодный у вас естественно с этого пакетика очень скоро как проверить если у ребенка аллергия на детское питание с водорослами да детское питание с водорослами как ни странно мы никак не узнаем если аллергия у ребенка на питание я хочу вам сказать кто бы что не писал в чатах и так далее я уверена на тысячу процентов что на ламинарию если там нет каких-то примесей на ламинарию как на органически чистый продукт выращенные в экологически чистой зоне аллергии не может быть ни у кого на йод органический аллергии не может быть ни у кого вопрос какие реакции будет давать ребенок на тот или иной фрукт запросто на будут ли реакции на какие-то другие продукты запросто но на ламинарию чистую аллергии быть не может что бывает какая реакция либо до проблемы там с фруктами какие-то не принимают это я тоже считаю что это не аллергическая реакция это просто природные сахара на которые могут быть бактериальный грибковый рост если мы перебираем с любыми сладкими фруктами в том числе на банан это самый гипоаллергенный фрукт сыпет на него безбожно потому что это сахар в любом случае вот здесь вопрос умеренности во фруктозе и природных сахарах на ламинарию аллергии быть не может те кого сыпет на базовый гель это передайте привет своим паразитам грибам и прочим там которые сидят и которых мы там потревожили через обострение только так это не аллергические реакции нужно ли сдать какие-нибудь анализы перед употреблением смарт-кит если это маленький ребенок который получает прикорм и мы его меняем на смарт-кит никаких анализов сдавать не надо если это проблемный ребенок у которого есть какие-либо проблемы со здоровьем можем проконсультироваться и выявить допустим какие-то ограничения либо наоборот понимание того что ему просто будет мало этой дозировки поэтому в принципе нет то есть это такой же продукт питания как любой другой мы же не идем сдавать анализы чтобы там поесть сходить не знаю там в ресторан или когда мы отводим ребенка в садик если в целом все было неплохо мы же не идем искать там все пищевую линейку аллергии а вдруг там в саду дадут что он не ел дома нет абсолютная органика природно все для нас удобоваримо название продукта умный ребенок как именно он влияет на умственное развитие вот такие вопросы читаю кстати нет автора я такие вопросы читаю как провокацию какую-то либо это на нервах у всех поиграть потому как мне кажется любой взрослый человек с пеленок слышит историю о том что йода дефицит это умственная осталось йода дефицит это там да проблемы с развитием и так далее поэтому если мы говорим конкретно про тот факт что умный ребенок обогащен ламинарией как следствие имеет большее количество органического йода чем любой другой продукт детского питания мы уже можем говорить о том что развиваться он будет лучше а тут можно раскрутить как хотите вот с любого органа я вам могу подойти часа на три лекции чтобы доказать что мозги будут работать на ламинарии лучше чем без нее хотя бы потому что умный ребенок не равно йод умный ребенок равно добавили ламинарии и возвращаясь к этому не здесь ничего не вносили но есть уже на просторах наших чатов и везде прекрасные таблицы где написано весь состав ламинарий более того это просто состав жизненно необходимых макро и микроэлемент очень аккуратный физиологических дозах не переберем как говорится но не уйдем в дефицит восстановим ли уже имеющие дефицит по конкретным макро или микроэлементом может и восстановим но не быстро но во всяком случае не уйдем глубже поэтому если говорить про йод непосредственно как сам микроэлемент который вот даже по простому если мы будем разбирать как йод равно топлива для митохондрий для энергостанций уже шестеренки крутятся везде везде в каждой клетке нервная система не исключение больше того нервная система самая более потребляемая здесь будет по йоду это уже будет говорить о том что реакции и все что касается ментальных функций они тоже будут лучше быстрее там и так далее поэтому я думаю что это такой чисто провокационный вопрос всем все понятно почему йод это хорошо может ли детское питание добавлять для вкуса куда-нибудь в кашу например с чем не сочетается смотрите все просто это опять к вопросу детское питание это детское питание и если вы в кашу ребенку добавляете фрукты там фруктовые пюре добавляйте ради бог культуру питания у детей я сейчас не буду трогать это отдельная тоже большая лекция и мы ее разбирали касаемо там желудочно-кишечного тракта и так далее мы должны понимать что детское питание это ламинария где куча там и полисахариды и ну в общем большой состав плюс углеводы там в виде фруктов углевод с углеводом сочетайте ради бога если ребенок ваш смотря какой-то возраст есть каши какие каши и так далее я бы не сочетала это с молочкой ну и вообще молочка тоже отдельная тема такое качество молока и так далее но если говорить растительную пищу с растительной пищей сочетайте пожалуйста если очень хочется можете использовать просто как десерт какое время суток лучше давать ребенку смарт-кит вот когда считаете нужно кормить своего ребенка вот тогда и давайте смарт-кит да какой то вот такой вопрос опять с подвохом это еда ребят это детское питание вот отключитесь от того что это какой-то специализированный продукт это детское фруктовое пюре полезное богатая реально богатой макро и микроэлементами они вот этот миф о том что мы сейчас поедим фруктов и овощей и все и больше нам ничего не нужно нужно потому что фрукты и овощи все ничего там земли пустые и ой это бесконечно все это там значит культивируется все послаще соответственно поменьше всего остального и далее поэтому ответила я думаю когда естся тогда и кушать нет какого-то специально отведенного время именно если мы говорим про смарт-кит еда до скольки лет рекомендуете употреблять умный ребенок я считаю что умный ребенок это ровно столько сколько ест ребенок ваш пюрешки перешел на твердую пищу давайте нормальный гель но это для любого возраста и для взрослых у меня есть взрослые которые именно для того чтобы не есть что попало условно да там пищевой мусор покупает себе умный ребенок именно чтобы это как полезно заменить себе какой-то десерт сладость хотя бы поэтому ограничений нет никаких сами там решайте на пюрешках ваш ребенок живет или он уже взрослый человек который может есть другие гели в том числе там допустим смарт-старк там по пол пакетика мы можем если уж тем более прикормлены на ламинарии можем давать там детям ну там школьного возраста хватит ли здесь витаминов для ребенка или нужно что-то еще докупить понятия не имею что конкретно вашему ребенку нужно докупить еще раз говорю это еда богатая макро и микроэлементами уйти в большую проблему если нет перерасхода или уже явных дефицит мы не уйдем если у ребенка уже есть большие там сложности со здоровьем есть какие-то генетические проблемы с усвоением вообще витамины мы не рассматриваем как источник витаминов я как врач не рассматриваю как источник витаминов все-таки это больше макро и микроэлементный состав витамины как таковые как это принято у нас понимать вообще мало какие кому дополнительно здесь нужны и надо выяснить вообще надо вашему ребенку эти витамины это выясняется клинически какие жалобы сдаются анализы и так далее про витамин d я уже сказала всем знать уровень свой детей оттуда уже плясать все остальные витамины не знаю но как бы я не даю больше детям тем более никаких поливитаминов если мы сейчас об этом я не назначаю ни своим не пациентам все очень индивидуально если ребенок не ест смарт-кид но есть форте вишни с удовольствием это нормально вашего ребенка видимо это нормально то есть вопрос норм это разные совершенно разные продукты во первых мы не понимаем опять прекратите пожалуйста общими фразами задавать вопросы это я вас сейчас призываю в чатах тоже потому что отвечать на них не хочется это очень энергозатратно это если здесь я могу с вами пофилософствовать отвечая вам в смс не хочется отвечать потому что надо кучу встречных это очень-очень много времени занимает поэтому конкретно возраст если какие-то особенности там вашего ребенка хронические болячки еще сколько ребенка у форте есть один момент особенно у вишни есть нюансы форте вишня читайте пожалуйста составы и тут уже индивидуально решаем все ли можно из этого состава вашему ребенку касаемо вашего возраста этого ребенка да если уж и форте пускай ест яблоко там тоже ничего нет но форте есть фукус ничего страшного в этом нет но опять же совсем малыша я бы наверное его не давала не потому что это плохо потому что я не знаю особенности там кровеносной системы конкретного ребенка и так далее поэтому смарт-кит это прям еда форте вишня это уже более концентрированный продукт и по ламинарии и по другим компонентам поэтому да мои дети да если так отвечаю мои дети в возрасте 5 плюс едят форты гели в любом количестве сколько им захочется я не ограничиваю я за них несу ответственность сама если у вас есть какие-то сомнения и это совсем маленький ребенок вот вам смарт-кит для этого он и был создан чтобы мы могли дать продукт каждому и самому маленькому и там какому-то там подросточку и взрослому человеку чтобы мы могли выбирать из продуктовой линейки кому что лучше поэтому если ребеночек маленький совсем год два три переходите на пюрешки партнер кормит грудью гель форте малыш начал жидко какать по нос это нормально я вообще честно вам сказать вопрос количества сколько этого геля форте съедает мамка если идет расстройство стула вот если у мамы все нормально а у ребенка расстройство стула а в гель или дело вот тоже очень важный момент мы когда что-то вводим новое в свой рацион мы начинаем очень трепетно смотреть на реакцию и так далее вот если у мамы есть какие-то проблемы с микрофлорой с паразитозом и она дает токсины ребенку тоже имейте ввиду что если у вас идет момент очищения вы только вдруг начали во время кормления новый какой-то продукт то может быть реакция и это может быть нормально надо выяснить индивидуальные особенности но это совершенно четко вам могу сказать не побочка не аллергическая реакция на продукт ни в коем случае это какая-то реакция организма что-то мы тут как бы застимулировать да какие-то процессы с той же микрофлорой у мамы и ребенка значит были исходно проблемы хотя кстати я щас только прошу вообще не по теме вопрос ну дала так заканчиваются слайды перейдем к вашим вопросам детское ожирение с чего начать и как принимать продукты от вертера как рассчитать базировку смарт-кид я вам честно скажу при детском ожирении я бы смарт-кид не давала если это неуправляемое пищевое поведение заменить сладости смарт-кидом обязательно но детское ожирение это не про смарт-кид это не про вертеру это про психологические факторы и про образ жизни этого ребенка и про пищевое поведение пока она не отлажена ни один волшебный продукт не поможет опять вопрос возраста этого ребенка и питание то есть очень сложная тема я рекомендую уже с большим тем более когда это детский возраст и ожирение то что детям вообще не свойственно ну так скажем эволюционно это это уже проблема 21 века так скажем цивилизации что дети у нас вдруг диабетики с ожирением то что было возрастными проблемами всегда поэтому по возрасту рассчитывать опять ничего не понятно детское ожирение пять лет тому ребенку год этому ребенку или это уже подросток поэтому дозы очень индивидуальны но посмотреть очень рекомендую эфир про сахарный диабет инсулино-резистентность это будет относиться к любому возраста если мы говорим про питание про физические нагрузки и про продукты тоже вертера потому что с трех лет я детям разрешаю любой продукт вертера только дозы естественно мы уменьшаем где-то в два раза где-то в три раза нежели взрослые вот я не знала в общем оказывается закончились у нас заготовленные вопросы и на официальном сайте вот вам актуальны цены qr-код и заказывайте пожалуйста продукт ради интереса я загляну в 23 слайд что там и вернусь отвечать на ваши вопросы ну вот как бы вот так значит захожу в шапочку вопросы как и обещала будут читать вопрос только оттуда и только те на которые я еще не ответила потому что я видела что с первых минут вы там писали это не совсем корректно можно ли детское питание с высоким гликемическим индексом в чем вопрос вопрос составлен неграмотно с высоким уровнем сахара в крови или где высокий гликемический индекс у пюрешек фруктовых гликемический индекс невысокий потому что там все-таки фруктоза она не дергает она не дергает инсулин и уровень сахара в крови там другие есть фруктозой нюансы по печени по желчи оттогу поэтому мера должна быть во всем вопрос не поняла поэтому как бы не могу на него грамотно ответить преддиабет вот пошли дальше преддиабет ставят ребенку 6 лет если если у ребенка в 6 лет нормально работает поджелудочная то есть там нет каких-то врожденных проблем и это преддиабет инсулинорезистентность всех на ковер хочется сказать родителей образ жизни пищевое поведение и пока не откорректирует этот вопрос вообще о каких-то там пюрешках и прочее потому что я уверена что этот ребенок на высокого углеводном питании замените все углеводы хотя бы умным ребенком ребенок будет доволен мы снизим уровень сахара но это не так опять же чтобы он целый день питался только умным ребенком но это выход потому что я никогда не поверю что приобретенный диабет может быть у тех кто не потребляет углевод это классика когда я говорю уберите сахар отюнь и ем сахар но от того что вы не едите рафинад это не значит что нет сахара в вашем рационе вот это к слову вот следующий вопрос какого возраста можно давать умный ребенок можно ли сначала при корма как бы опять же к тому что я попросила дождаться и я уже ответила на этот вопрос да но опять еще раз возвращаю сначала при корма когда мы даем фруктовые пюре мы даем смарт-кит не овощные а именно фруктовые потому что там фруктовые пока у нас пюре скажите пожалуйста одна клиентка написала мне что в морской соли есть йод и он заменяет его разъясните поточнее про этот момент пожалуйста почему некоторые врачи так говорят я не готова нести ответственность за то что говорят какие-то там врачи ну вы меня поймите я могу нести ответственность только за то что говорю я подкрепляя это там уровнем образованности и так далее документально в том числе да кто где учится только применяет все по поводу йодированной соли передайте пожалуйста клиентке о том что только соли есть нельзя если она хочет даже из какой-то органической соли потреблять свой йод в должном количестве но у нее будет как минимум бесконечная гипертония то есть мы же понимаем маркетинговая суть определенная составляющая потом с этой йодированной солью я расскажу хотя бы исторически откуда растут ноги хотя если бы вы немножечко пощадили наше время и поинтересовались даже у гугла этим вопросом он был вам дал кучу ответов йодированная соль возникла с позиции какой так же как еще более глупая история с йодированным хлебом когда надо устранить у целой популяции йода дефицит продукт должен быть абсолютно всеми потребляемый массовый соль в приготовлении пищи используют все поэтому считалось что обогащенная йодом соль это выход все бы так но когда это соль попадает термически обрабатывается там йода не остается это раз вопрос опять количество даже если мы не будем говорить про летучесть и так далее если мы будем просто съедать то количество соли чтобы нам именно солью восполнить йода дефицит это же что в нашем организме будет твориться да ну как бы все в меру пожалуйста поэтому ну разум включаем и соль йодированная классно но она не потребляет не покрывает суточную дозу совсем опять какой объем базовой ламинари нужно давать ребенку в 5 лет ну ушли в базовый продукт смотрите все очень интуитивно если мы будем рассматривать возрастные дозы вот просто чтобы вы понимали ребенок который там несколько есть лет есть ламинарию он потребляет в пять лет уже ту дозу по базовым продукт ну или хотя бы половину которая указана на банке совершенно спокойно если вы только начинаете не знаете начинайте всегда там не знаю чайные ложки потихонечку доводя хотя бы до двух столовых ложек я сейчас говорю про базовый гель базовый гель передозировать невозможно очень рада что вас 300 человек сейчас услышьте меня если мы говорим про йод почему съел ребенок даже если он съел пол банки тряханула его на это большой на этой дозировке там по типу там гипертиреоза симптоматика на следующий день если вы его не докармливали ламинарий у него ничего от этих макро и микроэлементов не останется это к слову о безопасности и к слову о том что это потребляется каждый день ни о каких курсах там приема базового продукта речи не идет поели есть микроэлементы в крови не поели нет их через там 12-16 часов уже потому что все что водорастворимое а йод водорастворимый и незаменимый только с пищей потребляется он выводится почками и очень быстро нежели какие-то там витамины d омеги и прочее то что спасается у нас в жирах ну вот тут отзыв уже пошел внука пять с половиной месяцев есть половину пачки и все норм я согласна 4 месячного ребенка топический дерматит можно ли давать базовый гель вертера или форта оригинал 4 месячный с атопическим дерматитом базовый гель однозначно с очень-очень маленьких на кончике чайной ложечки дозировки начинаете и ну с учетом прикорма уже потом вместе там со всеми овощными тут с атопическим дерматитом пока только овощные какие-то можно прикормы давать и это может быть и гелем то в том числе 16 лет болезнь хашимота девочка йод в таблетках эндогринолог запретила гели можно принимать тоже об этом уже сто тысяч миллионов раз говорила 16 лет это взрослый взрослый человек взрослая девочка гели базовые нужно принимать обязательно и там куча вопросов вообще к работе желудочно-кишечного тракта при аутоиммунных процессах подскажите ребенку 9 лет помимо умного питания что еще давать из продуктов вертера так как девочка полненькая и часто болеет заболеваемым я вообще управляли все кроме других продуктов вертера то есть на базовый гель на гель форте работайте вот понимаете полненькая девочка в 9 лет для меня это боль как для акушера гинеколога как для гинеколога эндокринолог полненькая девочка в 9 лет это привет бесплодия и и куча сосудистых патологий не может ребенок здоровых 9 лет быть полненьким по одной простой причине потому что он растет энергия в рост должна идти и он двигается и он думает это говорит о том что ребенок сидит образ жизни меняйте ребенку и тут уже не про смарт-кит разговор совершенно сладости заменить можете смарт-китом если там есть какой-то неуправляемый процесс но все остальное еще раз говорю сахарный диабет инсулинорезистентность смотрите пожалуйста эфиры не просто смотрите я даю там пошаговые вот если внимательно слушать пошаговую инструкцию как применить эти знания что делать что не делать и нужно не просто посмотреть и сказать о да мы неправильно живем надо взять и начать менять все это причем начать с себя а у детей еще есть проблемы психологические зачастую это тем более вопросы к родителям что они так они делают за детей спрос только с родителей только с родителей и по поводу успеваемости поведения внешнего вида хоть обижайтесь хоть нет во всем виноваты родители как в успехе так и в неудачах после первого приема у трехлетнего ребенка было небольшое повышение температуры через час примерно расстройство кишечника на сутки сейчас есть регулярно и норм даже история у ребенка почему такая реакция да потому что дергаете какую-то микрофлору там паразитов я не знаю все что угодно то есть организм начинает бороться с чем-то что внутри у него сидит очищается и потом все хорошо вот этот вот ну как в компании называют кризис исцеления пускай будет такой термин через обострение всегда будет это знаете как с гриппами и сейчас современными вирусами бьет туда где слабо можно ли гели давать ребенку с аутизма вот смотрите по поводу аутизма 50 процентов успеха в работе с такими детьми будет зависеть от качества микрофлоры кишечника пищевого поведения убрать весь пищевой мусор убрать все углеводы и на базовый гель долго много постоянно и я вас уверяю все что вы будете дополнительно применять тактики лечения будет приносить реальный результат нежели если вы не отработаете качество микробиоты только так можно потому что все что применяется в современной неврологии там все три очень очень слабые результаты приносит потому что пищевое поведение особенно у жалостливых родственников которые вкусненьким условно хотят все время накормить этих детей это прям беда убираем все токсины из рациона этого ребенка и гель будет детоксикантом здесь так смотрите мы с вами в час уложились эмоции как мне кажется я на все вопросы ответила для тех кто писал много здесь как это называется господи в чате я предупреждала сразу там отвечать не буду читать не буду это нереально поток вот этих вот сообщений идет все что было в шапочке я ответила на все вопросы которые подготовил нам отдел маркетинга да и компания видимо наиболее часто задаваем я тоже ответил я надеюсь что вы уяснили главное и больше мы на простые очевидные вопросы отвечать не будут для тех у кого уже есть какие-то серьезные болячки либо лично консультируемся для этого как у любого доктора есть приемы и у меня в том числе других там врачей кому вы доверяете вот либо ищем если мы хотим бесплатно ищем лекции в личном кабинете всегда все мои точно все лекции сохранены мы два года уже этим занимаемся два года ребят все есть поэтому ищите изучайте и я всегда делаю поправки как правило детство взрослые и будет нам счастье что касается смаркет это еда это детское питание не бойтесь его ест ребенок фрукты значит он может есть детское питание и получать больше пользы если бы он ел только фрукты спасибо всем большое мне очень приятно что в таком большом количестве там за 300 переваливало далеко количество участников значит все не зря значит эти эфиры нужны и будем встречаться будьте пожалуйста здоровы следите за здоровьем своих детей с первых дней рождения а лучше спланирование беременности и будет гораздо свободнее у нас в больнице будут у нас страдать от безденежных фармкомпании им не повредит и будет на здоровая нация мы в ответе за будущее нашей планеты как бы это пафосно не звучало то что мы заложим сегодня в наших детей будет в них наших внуках но это касается всего и каких-то норм устоев да и касаемо здоровья всем еще раз спасибо я думаю скоро встретимся вновь спасибо 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 , спасибо , спасибо , спасибо спасибо спасибо